В Владивостоке прошла конференция Сбера в партнерстве с Институтом искусственного интеллекта и Дальневосточным федеральным университетом в рамках ежегодной международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Мероприятие состоялось на основе Восточного цифрового форума 2023 «Русский Meetup and Digital Region». Сбер является федеральным экспертом в области искусственного интеллекта и мы делимся своей экспертизой, отвечаем на вопросы студентов и всех, кто интересуется искусственным интеллектом. Сейчас искусственный интеллект применяется во всех сферах, где-то больше, где-то меньше, но мы предполагаем, что нет уже ни одной сферы, где он не применим абсолютно в любой деятельности, даже в сельском хозяйстве, хотя, казалось бы, где сельское хозяйство и где искусственный интеллект. Основными темами спикеров стали искусственный интеллект, цифровой суверенитет, биоинформатика и нейротехнологии. На протяжении всего дня участники могли посетить различные лекции. У нас здесь, в Владивостоке, в прошлом году открыт Центр искусственного интеллекта вместе с ДВФУ. Также в этом году мы открыли Центр искусственного интеллекта на Сахалине. И мы вместе с молодыми учеными ищем, как мы можем решить вопросы, которые волнуют здесь каждый регион с помощью искусственного интеллекта. Например, прогнозирование каких-то климатических явлений, штормов и прочего. На Сахалине мы вместе с правительством Сахалинской области с помощью дронов ищем несанкционированные свалки и помогаем их ликвидировать. То есть ищем самые разные прикладные вопросы, которые можно решать совместными усилиями. Различные интерактивы, интересные лекции и подарки собрали большое количество участников на ежегодной международной конференции. В образовательном мероприятии приняли участие не только студенты Дальневосточного федерального университета, но и интересующиеся темой аудитории из медицины, бизнеса и науки. Так, ведущие специалисты Сбера, ученые и исследователи рассказали, какой вклад в развитие страны вносят технологии искусственного интеллекта и какую пользу они приносят людям. Обозначили новейшие цифровые тренды, рассмотрели примеры российских разработок и внедрение нейросетей в обществе и бизнесе, а также обсудили этические нормы регулирования искусственного интеллекта. Анна Дьякова, Елизавета Драгомирова, Илья Иванов, Новости на Восьмом.